Всем привет, с вами Зефил Зодиакей, а это новое видео по игре Ханкай Стар Рейл. Сегодняшнее видео будет являться гайдом на Зен Лю, в котором мы разберём все её навыки, подберём под неё правильные команды, а также сделаем выводы относительно полезности и её необходимости на вашем аккаунте. До выхода Зен Лю вокруг неё ходили всевозможные слухи про то, что она невероятно сильна, и что она поверкипнет всех персонажей в игре, а тем более персонажей Пути Разрушения. И скажу вам заранее, нет, это совсем не так. Зен Лю хороша, но по общему урону она не прибивает того же Пожирателя Луны. Однако, как мы знаем, полезность персонажа измеряется не только уроном, но и удобством геймплея. Именно поэтому давайте сначала разберём этого персонажа, а потом сделаем чёткий вывод. Кроме того, хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто подписывался на данный канал всё это время. Благодаря вам мы достигли довольно большой отметки в 5000 подписчиков, и теперь пора идти к новым вершинам, а именно к 10 тысячам подписчиков. Поэтому если вы вдруг ещё не подписались на данный канал, то вполне возможно, что сейчас пришло время это исправить. Ваши подписки главная мотивация для меня создавать ещё более качественный и интересный контент. Зен Лю. Персонаж пути разрушения, обладающий ледяным элементом. Как и у многих других персонажей этого пути, главная задача Зен Лю наносить огромные цифры урона по нескольким целям. И, что неудивительно, она довольно неплохо справляется со своей задачей. Механики героини звучат очень интересно и местами довольно уникально. Хотя стоит отметить, что они не являются чем-то абсолютно новым в игре. Основной концепт персонажа остался почти тем же, с минимальным количеством изменений. Это всё ещё классический дамагер, в первую очередь требующий под себя силу атаки, криты и правильный отряд, с классическими, ну или почти классическими саппортами. Ну и чтобы понять, что же из себя представляет данный персонаж, давайте разберём его навыки. Обычная атака Зен Лю абсолютно банальна. Она наносит небольшой процент урона от силы атаки по одиночной цели. И, поверьте мне, обычную атаку данного персонажа вы будете использовать... Ха, стоп. Никогда не будете использовать, так как его механики этого просто не подразумевают. Навык Зен Лю на самом деле необычный для персонажа Пути Разрушения. Дело в том, что в обычном состоянии этот навык будет бить только одну цель, затрачивая одну очко навыков. Однако, как всегда, самая важная механика кроется в другом. Навык, помимо нанесения урона по цели, будет также давать один стак статуса Сизиге. Этот статус очень важен для Зен Лю, ведь собрав два его стака, она обходит в специальное состояние, под названием спектральная трансмиграция. К слову, именно это специальное состояние и описано в её таланте. В данной форме у Зен Лю отключается обычная атака, и остаётся только кнопка навыка. Использование навыка перестаёт тратить очки навыка и позволяет персонажу совершить другой тип атаки по противнику и двум соседним целям. Когда стаки закончатся, Зен Лю снова перейдёт в своё обычное состояние. При переходе в состояние спектральной трансмиграции, после набора двух стаков Сизиги, Зен Лю продвигает своё действие на 100%, а также повышает свой крит-шанс на 50%. Атака навыка в этом состоянии потребляет небольшой процент от ХП окружающих союзников, а сила атаки Зен Лю повышается на 540% от потерянного в результате этого действия ХП. Правда, усиление не может превышать определённый процент от базовой силы атаки Зен Лю. Ну и чтобы окончательно разобраться в этой механике, давайте также упомянем сверхспособность данного персонажа. По своему смыслу, сверхспособность довольно понятна и проста. Да, использовав ульту, Зен Лю просто наносит урон по трём противникам. Этот урон также скилится от её силы атаки. Помимо этого, ульта также даёт один стак Сизиги, что совсем неплохо. Более того, стака Сизиги на самом деле может быть 3. Так что если после перехода в другое состояние Зен Лю использовать её сверхспособность, то можно получить целых 3 возможности совершить атаку усиленным навыком. И завершим разбор основных навыков на технике Зен Лю. С помощью этой техники персонаж создаёт вокруг себя пространство, действующее 20 секунд. Все враги в этом пространстве подвергаются эффекту заморозки. Кроме того, при входе в бой во время действия техники герой получит один стак Сизиги и восстановит 15 единиц энергии, а также заморозит противников на один ход с базовым шансом в 100%. Во время этой заморозки в конце хода противники получат 80% от силы атаки Зен Лю в качестве дополнительного урона. Ну и теперь немного про дополнительные способности от следов Зен Лю. Первая дополнительная способность просто увеличивает сопротивление негативным эффектам на 35%. Вторая дополнительная способность продвигает действия персонажа на 10% при использовании обычной версии навыка. Ну и третья дополнительная способность повышает урон от сверхспособности Зен Лю на 20% в состоянии спектральной трансмиграции. Кроме того, остальные бафы от следов дают персонажу скорость, хп и довольно большой процент крит урона. Ну и не отходя далеко от кассы, давайте рассмотрим Эйдолон и Зен Лю. Да, знаю, это довольно скучная часть ролика, ведь по факту обычный игрок максимум сможет получить 1 или 2 Эйдолона, зачастую пожертвовав при этом сигнатурным конусом. Но вернемся к теме. Первый Эйдолон дает Зен Лю довольно большие циферки дополнительного крита урона на целый один ход, просто при использовании сверхспособности или усиленной атаки. А кроме того, еще и позволяет персонажу носить дополнительную тычку на 100% от силы атаки, если сама атака прилетает исключительно по одиночной цели. В общем, прикольный Эйдолон. Сама Зен Лю и так получает немаленькое количество крит уронов от бафов следов, а тут вы получаете еще больше его количества. Ну, как мы знаем, много крит урона не бывает, так что в целом это очень даже полезный баф. Второй Эйдолон звучит довольно весело. Дело в том, что вы из ничего, просто после использования ульты получаете повышение урона следующей усиленной атаки на 80%. То есть, по факту, урон от вашего удара увеличивается почти в два раза. Звучит сильно, но по факту это лишь разовое усиление, а значит только одна атака после ульты будет давать большой урон, что в сумме даст не такой значительный прирост урона, как хотелось бы. Третий и пятый Эйдолон просто невероятно сильные! Что, поверили, да? К сожалению, нет. Третий и пятый Эйдолон, как всегда, стандартные. Они просто дают плюс два уровня к сверхспособности, два уровня к таланту, навыку и плюс один уровень к базовой атаке. Четвертый Эйдолон дает вам усиление таланта дзинлю, связанного с поглощением хп союзников. Теперь вы получите больший баф, ведь суммарное хп, потерянное союзниками, теперь будет увеличено не на 540%, а на 630. И новый баф урона не может превышать 210% от силы атаки персонажа вместо прошлых 180. Бонус в целом неплохой, но какой-то невероятной полезностью он не обладает. Циферки урона, конечно, увеличатся, но не будет какого-либо бауэффекта. Шестой Эйдолон. Самая дорогая штука, которую получает довольно маленький процент игроков. Наверное, тут мы встретим невероятно сильную, уникальную и интересную механику, сильно изменяющую игру. Ладно, шучу, конечно же не встретим. Честно говоря, шестой Эйдолон Цзинлю изначально ожидал увидеть на месте первого. Так как с самого первого взгляда возможность набирать три стака сетики после перехода в состояние спектральной трансмиграции, сразу наталкивало меня на мысль, что этот третий стак совсем не обязательно должна давать только ульта. Безусловно, данный Эйдолон упрощает игру за Цзинлю. Кроме того, вы еще и получите дополнительные 50% крит урона при переходе в состояние спектральной трансмиграции. Крит урон это важная штука, стаки тоже. Со всеми констами Цзинлю становится куда сильнее, чем без них, но давайте еще раз пройдемся по каждому Эйдолону, чтобы определить какой из них имеет реальный смысл для получения. Первый Эйдолон прикольная штука в плане цыгивки стат, да и доп тыка зачастую будет играть свою определенную роль, но данный Эйдолон меркнет на фоне того же нереально сильного сигнатурного святого конуса Цзинлю, о котором мы поговорим совсем скоро. Второй Эйдолон вещь полезная, вроде и доп урон получаете, и условий для этого никаких не надо, но тратить на этот Эйдолон целый один гарант звучит крайне нецелесообразно. К четвертым и шестым Эйдолонам ситуация почти такая же. Как и всегда, если вы симп или же просто очень богатый человек, то вперед, спокойно выкручивайте эти Эйдолоны. Они точно усилят вашу вайфушку до максимальных возможностей. Ну а по моему мнению, тот же шестой Эйдолон мог бы быть чуть более интересным и разнообразным, однако выбирать не приходится. Если же вы очень сильно любите данного персонажа и не сильно хотите заморачиваться с подбором стат для него, то после получения конуса вполне можете выкрутить первый Эйдолон. Что ж, пришло время напомнить вам о кое-чем важном. Дело в том, что основным и единственным спонсором этого видео является мой Телеграм-канал. Так что если вы хотите видеть первыми новости по Ханкаисту Рейл и не только, то переходите по ссылке в описании. Тем самым вы очень поддержите развитие моего канала. Ну а мы продолжаем. Так, вот мы и перешли к световым конусам. Выбор тут довольно небедный. Есть много различных полезных и интересных вариантов. Ну а сигнатурный конус Зен Лю забирает все внимание на себя. Тут вам и халявный крит урон безусловий, и пассивка идеально совпадающая с механикой персонажа. А еще некоторые удары будут игнорировать часть защиты противников. Одним словом, сказка. Данный конус подойдет не только Зен Лю, но и на некоторых других персонажей пути разрушения. Так как герои в вашей команде и так зачастую будут получать урон от атак противников, тем самым все еще активируя пассивку данного конуса. В общем без этого конуса Зен Лю теряет неплохое количество урона, что все еще не отменяет существование полезных и интересных альтернатив. Опять же, вторым по силе конуса на персонажа разрушения уже который раз оказывается пятизвездочный конус из виртуальной вселенной, под названием Ападение Иона. Это дешевый вариант, даже пятое пробуждение которого может получить каждый игрок, просто регулярно проходя виртуальную вселенную. С этим конусом все просто. Вот вам неплохой баф силы атаки, который очень легко стакается без условий, а еще и доп. урон при пробитии уязвимости противника. В целом данный конус будет всегда являться одним из лучших вариантов на любого персонажа разрушения в игре, который будет играться от классических стат в виде критов и силы атаки. Среди пятизвездочных конусов можно рассмотреть еще и конус Клары, который уже слабее предыдущих аналогов, но все еще заливает очень хороший процент силы атаки и общего урона для персонажа. Естественно, про сигнатурные конусы Блейда и Пожирателя говорить не приходится. Они вообще не совпадают с механиками Дзен Лю, и разве что могут стать критовыми палками. Но я даже не могу представить, что вы за человек, если выбили вышеперечисленные конусы, не получив при этом самих персонажей. Среди четырехзвездочных конусов отдельно можно выделить лишь три конуса. Как и в случае с Пожирателем, конус имеющий название под голубым небом дает все нужные статы для Дзен Лю. Правда крит-шанс из-за таланта героини требуется куда меньше. Однако это все еще полезный стат. На пятом наложении так вообще очень хороший вариант. В целом на Дзен Лю также можно поставить световой конус Орлана под названием Тайная Клятва. Но тут конечно прирост к урону будет куда меньше, чем у конкурентов. Но самое важное, что он вообще будет, хоть и пассивка будет выполняться далеко не всегда. Ну и последний, более-менее хороший вариант нашего персонажа, это конус из боевого пропуска. В основном этот конус спасает большая сила атаки, а также в целом терпимая пассивка, дающая дополнительный процент к силе атаки. Наконец, спустя такое долгое время, мы подошли к реликвиям и планарным украшениям. Думаю, что выбор тут довольно очевиден и понятен даже самым новым игрокам. Лучший сет реликвии на Дзен Лю это ледяной сет под названием Охотник Ледникового Леса. Четыре куска из этого сета прекрасно сочетаются с основными механиками Дзен Лю. Ведь вы получаете полезный бонус ледяного урона, а кроме того еще и доп крит урон после использования сверхспособности. Но если у вас нет хороших кусков из этого сета, то отчаиваться еще рано. Ведь на помощь всегда могут прийти два куска из нашего любимого сета Дикой Пшеницы. Почему любимого, спросите вы? А все просто, этот сет легко пихается на абсолютно любого персонажа, играющего от силы атаки. Четыре куска из этого сета Дзен Лю не подойдут, так как она вообще не использует в своих ротациях обычную атаку. А значит и полезности от второй половины бафа ноль. Поэтому тут придется брать либо сборку 2 плюс 2, где у вас будет две реликвии из ледяного сета, две реликвии из этой свелка, либо его все уходить в статовую солянку, которая кстати снова приветствуется. Ведь хороший баланс критов все еще превыше всего. Если же говорить про планарные украшения, то в первую очередь тут приветствуется сет под названием Звездистая Арена. Благодаря своему таланту Дзен Лю будет заливать себе 50% крит-шанса при переходе в состояние спектральной трансмиграции. А значит пассивка сета планарных украшений будет активироваться почти всегда, и увеличивать урон и без того усиленного навыка. При отсутствии каких-либо более-менее полезных кусков из этого сета можно взять замерзшее салсотто. Но его лучше использовать как временный вариант, пока не получите куски из вышеназванного сета. По основным статам реликвии планарных украшений нас приветствует типичный набор классического тамагера. А именно тело берем на крит-урон, ботинки на скорость, сферу на ледяной урон и веревку на восстанову или силу атаки. Так как разница не очень велика, и по итогу мы имеем лишь совсем небольшой перевес в сторону восстановления энергии на веревке. Ну и под апстатом тут также все довольно однозначно. Вам потребуется крит-урон, сила атаки, скорость и немного крит-шанса. На самом деле крит-шанса требуется совсем чуть-чуть, ведь как мы знаем, талант Дзен Лю заливает действительно много халявного крит-шанса, который порой и так некуда девать. Особенно если у вас на месте планарных украшений стоит сет звездистая арена. Перед общим выводом по поводу персонажа, давайте быстро побежимся по отрядам с ним. Как мы знаем, Дзен Лю это главный дамагер в отряде, требующий под себя в основном силу атаки и криты. А это значит, что в первую очередь мы будем подбирать союзников, которые готовы дать нам эти бафы. Помимо этого, также не стоит забывать про то, что своим талантом Дзен Лю поглощает хп союзников, а значит хилер в команде просто необходим. Сильнейший отряд под Дзен Лю довольно дорогой, однако именно он сможет выполнять все потребности этого персонажа. Итак, вам потребуется Броня, Тинь Юнь и Лоча. Но далеко не у всех есть Броня и Лоча, а хороший дамаг наносить хочется. Тогда на смену Броне могут прийти Юй Кун, Аста, Пела или Мини Броня. А на место Лоча можно поставить Наташу, Рысь или даже Байлу. Персонажей Пути Сохранения, как мне кажется, смысла брать почти нет, разве что пытаться собрать Пермафриз, используя Март 7 и Гепарда. Но тогда персонажи будут часто пропускать удары и получать ненужный дополнительный урон. Хотя свои прелести у такого отряда будут. Ту же Фусю также можно поставить в отряд к Дзен Лю. Но она, как и другие персонажи Пути Сохранения, обязательно требует под себя второго хила, что приведет к неслабой потере урона у Дзен Лю. Ах да, чуть не забыл про свою любимую Рафлопачку с Блейдом, которую я так сильно люблю пихать каждому дамагеру. Ну а что, Блейдику убить нравится, когда жрут его ХП, а значит они с Дзен Лю отлично сработаются. Более того, он еще и очков навыков под себя почти не требует. Да еще и больные бонус-атаки будет давать. Одним словом, отряд мечты, не иначе. Какой итог можно подвести по поводу Дзен Лю? Это очень сильный, универсальный и удобный персонаж. Хоть цифры Дзен Лю не дотягивают до уровня того же Пожирателя Луны, но этот факт, что она требует под себя очень маленькое количество очков навыков, сильно меняет дело. Да, речь про Паверкрип тут совсем не идет. Хоть многие утверждали обратное, но Дзен Лю совсем не перекрывает заслуги других персонажей пути разрушения. Тот же Блейд и другие персонажи явно не стали неиграбельными с ее выхода. Да, и про Паверкрип внутри элемента говорить тоже не приходится. Ведь Дзен Лю не умеет давать фриз, как это может делать тот же Ян Цинь. Хотя тут уже появляется огромное количество подводных камней, которые лучше будет обсудить в отдельном видео. Стоит ли вам крутить Дзен Лю? Все зависит от положения вещей на вашем аккаунте. Если у вас нет достойного ДД для прохождения контента в игре, тогда Дзен Лю вам очень подойдет. Но если же у вас уже есть две сформированные пачки для закрытия контента, а тем более в них присутствует другой ивентовый персонаж в пути разрушения в качестве главного дамагера, то крутить персонаж ради повышения эффективности аккаунта не стоит. Единственный смысл в крутках будет заключаться лишь в Вайфу-факторе. Мне же Дзен Лю понравилось чисто удобством своих механик. Ее очень просто собирать, а ее механики становятся понятны после первого прочтения. Зато почти с самого старта вы сможете выжать с Дзен Лю красивые цифры урона, не используя при этом каких-либо костылей. Кроме того, она представляет нам нечто вроде уникальной механики вампиризма. Хоть я и думал, что эта механика изначально будет исполнена в другом виде. Ну, а на этом у меня все. Как всегда, я попытался сделать этот гайд в максимально сжатые сроки, при этом сохранив качественный подход к видеоряду. Так что надеюсь на то, что видео вам действительно понравилось. Также традиционно жду ваши впечатления относительно Дзен Лю в комментариях к ролику. Кроме того, не забывайте про наш Дискорд-сервер, где я частенько сижу с подписчиками в голосовых каналах, а знающие люди всегда помогут вам со сборками персов, и не только. На этом ролик подошел к концу. С вами был TheFuseDiokie. Всем пока-пока.